А им бы в небо! Они посвятили себя авиации, не представляют жизни без крылатых машин, а каждый год в 3 воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник – День Воздушного Флота. Те, у кого за плечами сотни вылетов, ветераны вооруженных сил, а также юные авиаторы, встречали праздник у вечного огня в микрорайоне Чкаловский, где, как не здесь, на земле авиаторов. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всем нам вместе, конечно, мирного неба над Белогородской. Хочется вам сказать спасибо, потому что сегодня вы являетесь гордостью России. Люди, которые выбирают профессию военного летчика – это соль нации. Эта служба и опасна, и трудна. Стоит ли говорить о важности той работы, которую сегодня выполняют летчики? Оборона воздушных рубежей Родины, ликвидация чрезвычайных ситуаций, борьба с терроризмом, обеспечение безопасности мирных граждан. Сегодня хотелось бы с особой теплотой поздравить наших ветеранов, пожелать им доброго здоровья и долгих лет жизни. А вам, в строю, сегодняшним воинам-авиаторам, пожелать высокой боевой готовности, крепкого духа. Для нашего Щелковского района, для микрорайона Чкаловский, день авиации был, пожалуй, одним из самых важных праздников. Здоровья вам, удачи, процветания. Крепкого вам здоровья, летного долголетия, семейного благополучия, мира и добра. А дороги мы в этом году сделаем. Чкаловцев писали немало страниц в летопись военной авиации. 39 лет бортовым инженером прослужил Григорий Тищенко. Застал конец войны, участвовал в регулировании Карибского кризиса. В молодости молодые пели, пели. Мама, мама, я за летчика пойду. Летчик высоко летает, много денег получает. Так молодые девушки пели. Ну и мне понравилась авиация, понравилась работа. Для Александра Шалыкина день воздушного флота имеет особое значение. С авиацией он связан с 80-го года. За время службы выполнял интернациональный долг в Афганистане. Участвовал в боевых действиях в Чеченской республике. Сейчас воспитывает подрастающее поколение. Один раз поддержавшись за штурвал, это уже никогда не забудешь об этих ощущениях. Поэтому сейчас я уже 5 лет не служу в военно-воздушных силах. Но, скажем так, каждый день летаю во сне. Ну а тем, кто летает не только во сне, но и наяву, хочется пожелать чистого неба. И чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству посадок. Дарья Заснегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Заснегова, Сергей Васильевский, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Заснегова, Сергей Васильевский, телерадиокомпания «Щелково».